О том, что интерес к фестивалю за 7 лет истории акваджаза по-прежнему высок, можно было судить уже по количеству журналистов на пресс-конференции. Действительно, фестиваль Игоря Бутмана любим сочинцами и гостями курорта, отметил мэр города Анатолий Пахомов. И подчеркнул, благодаря таким мероприятиям Сочи становится не только спортивной и курортной, но и культурной столицей страны. Мне кажется, что джаз – это какой-то гимн летнего пляжного курорта. Те событийные мероприятия, те культурные мероприятия, которые проходят в Сочи сегодня, они позволяют нам говорить о том, что мы все-таки близимся к тому, чтобы стать культурной столицей. Почему? Потому что аншлаги, которые сегодня проходят при фестивале Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Игоря Бутмана, они говорят об этом. Через какое-то время Сочи станет культурной столицей во всех отношениях, потому что здесь все для этого есть. Здесь чудесные природы, чудесные люди, здесь много культур, много интересных событий. В рамках фестиваля в Сочи пройдет сразу несколько концертов. Стартует акваджаз 4 августа традиционным джазовым парадом участников от Морпорта до площади Южного Мола, где пройдет церемония открытия. Там же с 4 по 6 августа лучшие российские джазовые исполнители будут давать бесплатные концерты. А 5 и 6 числа камерные выступления пройдут на сцене Зимнего театра. Там выступят звезды мировой джазовой сцены Соми, трубач Вадим Эйленкрик, а также свой юбилей отметит барабанщик Олег Бутман. 7 августа концерт с участием группы Ричарда Бона и Московского джазового оркестра состоится в фестивальном. Еще раз напомню, что концерты на площади у Южного Мола пройдут абсолютно бесплатно. Приглашаются все любители джаза.